История одного города в девяти сериях. Четвертый канал готовит большой документальный проект, посвященный Екатеринбургу. Зрители узнают о событиях, о которых не всегда пишут в учебниках. О том, как идет работа над проектом, рассказывают его авторы. Весенний Екатеринбург встретил Чехову мокрым снегом и жуткой грязью на дорогах. А еще обострившаяся болезнь. Два дня писатель безвылазно проведет в гостинице, задернув штору, чтобы не видеть этой азиатчины. Совсем другие, восторженные воспоминания оставит Дмитрий Мамин-Сибиряк. Вот он, в детстве, которое провел в небольшом селе на Урале. Это рабочие съемки документального проекта Четвертого канала об истории Екатеринбурга. Снимают эпизод, в котором герцог Лейтенбергский посетил Первый городской театр. А это главный врач Екатеринбурга при смерти. В городе вспышка холеры. Мы решили объединить три века, практически всю историю города, начиная с 1723 года, с момента основания и заканчивая 91-м. Могли возникнуть сложности с картинкой, то есть с видео, потому что понятно, что на 18-19 век найти невозможно. Поэтому мы решили реконструировать, экранизировать эти события. Авторы проекта Илья Мелехин, Дарья Воронина и Вероника Медведева. Работу над документальным сериалом начали еще зимой. Мы нашли много фактов, о которых наверняка неизвестно большинству жителей нашего города. Например, совершенно потрясающая история, которая шокировала всех жителей Екатеринбурга второй половины 19 века. Это убийство директора мужской гимназии. Он застукал своего ученика в туалете, тот курил сигарету. Ну и мальчик, которому грозило отчисление, он, собственно, не нашел ничего лучше, как взять револьвер, пойти и застрелить директора. Сейчас мы накладываем бороду актеру, делаем из него Мамина Сибиряка. Мамин Сибиряк станет главным героем третьей серии, в которой пойдет рассказ о том, как жил Екатеринбург во второй половине 19 века. Мы решили, что героем каждой нашей серии должен быть конкретный человек, жизнь которого, судьба которого, события в жизни которого связаны с историей Екатеринбурга. Меня, например, до глубины души поразила история скульптора Эрзи, который ехал сюда на Урал для того, чтобы здесь, на склонах гор, создавать объемные, огромные скульптуры. В постановочных съемках участвуют екатеринбургские актеры, театры музыкальной комедии и театры драмы. В роли скульптора Степана Эрзи снялся Антон Брызгалов. Проект готовится совместно с театром музыкальной комедии, который помогает с костюмами и реквизитом. Также при поддержке областного краеведческого музея, музея истории Екатеринбурга и государственного архива Свердловской области. Первые три серии «История Екатеринбурга со дня основания и до конца 19 века» выйдут уже осенью. К историческому дню города. Затем работа над проектом продолжится, и зритель увидит полный цикл программ. Иван Андреев, Евгений Лапедус, новости 4 канала.